В преддверии Пасхи суетно не только на рынках и в магазинах, но и на кладбищах. После двух лет пандемии сюда уже разрешено приходить и наводить порядок на могилах, кто это хочет сделать к родительскому дню, который будет отмечаться через неделю. Наша съемочная группа побывала на кладбище Святого Лазаря и пообщалась с пришедшими сюда привести в порядок места захоронения своих близких. На столичном кладбище Святого Лазаря сегодня было немало посетителей. Люди пришли привести в порядок могилы умерших родственников. Там мы познакомились с супружеской парой, которая приехала убирать место вечного покоения своих родных. Женщина поведала нам, что у нее много родственников, которых уже нет в живых, и заботятся об их могилах ее моральный долг. Косим выросшую траву, здесь бабушка похоронена, там мама, в другой стороне тети. А этого мужчину мы встретили возле могилы тоже его тети. Приехал из Васиен Еловенского района. Дети покойные, давно за границей, привести в порядок могилу некому. Я из села, но они жили в городе. Оставили нам то, что у них было, теперь я озабочусь о них. Были и дети, но не приглядывают за могилой. Не хотят, не слышат, не видеть. Уборка могил накануне пасхальных праздников стала традицией, говорят люди. Жизнь короткая, и что будет дальше, не ведает никто. Подметаем, поливаем, сажаем цветы, одно, другое. Заботимся о могилах. Так оно у пожилых, таков обычай, и это правильно. Приходим сколько еще можем, потом и к нам дети, внуки будут приходить, наводить порядок уже на наших могилах. Такова жизнь, не живешь ведь вечно. Убираем. Приезжаете каждый год? Да, мы уже не молодые, рано или поздно тоже здесь окажемся. И думаю, дети тоже будут заботиться, если увидят хороший пример. Так и должно быть в жизни. А как не прийти? Будет заросшее все. Правда, в последние годы была эпидемия, мне реже. Они переболели, что-то, ковидом. И не очень, ну, последние вот эти два года. Ходили, но редко. Пришедшие на кладбище, впрочем, выразили сожаление, что за заброшенными могилами не приглядывает никто. И выразили мнение, что здешние работники могли бы этим заняться. Есть могилы, за которыми не ухаживают, которым некому прийти. В принципе, работники кладбища тоже должны бы наводить тут порядок. Хотя бы траву срезать, чтобы тем, кто приходит на могилы, могли нормально проходить. Работники кладбища поведали нам, что тоже убирают, но только на центральных аллеях. Собирают мусор с прилегающей территории. Но все же, признались они, работы много. А после двух лет пандемии, когда кладбища были закрыты, в этом году на уборку пришло много людей. Работаем, грузим мусор, наводим порядок, чтобы к праздникам на кладбище было чисто. Убираете и на могилах, куда никто не приходит? Нет, только центральные дороги. В остальном, каждый на своей могиле. В этом году Радоница выпадает на 1 и 2 мая.